Всем привет! Сегодня у нас на обзоре и ремонте однозначно самая интересная настольная игра из Советского Союза. Это хоккей. Здесь можно не просто так двигать игроков, а еще ими крутить. И таким образом они бьют шайбу. Но шайбы нет. У меня она тут поломана. Что здесь собственно не работает? Ну во-первых, пара игроков без клюшки. Во-вторых, нету шайбы и нет ворот. И в-третьих, вот этот синий игрок, он вообще не движется при движении рычага. Ну и не крутится соответственно. То есть там нет связи. Необходимо разбирать и смотреть. Все игроки в принципе снимаются легко. Кстати о том, что эта игра самая интересная и наверняка популярная в советское время. Говорит то, что во-первых на многих сайтах написано. Мне об этом кстати друзья сказали. И вообще это видно, что она супер классная. И еще есть четвертая поломка. Вот этот вот рычаг, который отвечает за то, чтобы выбрасывалась шайба с ворот. Он не возвращается обратно. Здесь работает. А здесь нет. Вот так переворачиваю. О, здесь куча винтов. Так, все винты выкрутил. Теперь пробуем поднять эту белую часть. Собственно, каток. И смотрим конструкцию. Хо-хо-хо. Ага. Мне потом надо будет это так же и поставить. Вот собственно вратарь здесь. Вот эти вот игроки. Вот сломан мой этот игрок. Например, вот поработаем вратарем. Смотрите. Можно его вот так двигать. И при этом крутить. Теперь, что касается вот этого элемента, этого игрока, который у меня здесь. Вот. Собственно, вот эта часть. Здесь рабочая. Это есть. И он как бы вращается. Но вот эта часть, вот смотрите. Здесь отломана половинка. Такая вот палка. Ее бы как-то заменить. Если она хорошо снимает, она приклеена. И это приклеено. То есть, необходимо сюда допечатать такую же часть и сюда приклеить. Итак, что касается этого места, что оно здесь не пружинит. Просто в паз не попадает деталь. Для того, чтобы это работало, необходимо взять ее так и вытащить на себя. Опа. Это все. Починил. Что касается того, как вращается, собственно, сам игрок. Вот есть, видите, шестеренка. И она вращает тут другую шестеренку. Можно эту покрутить. И почему же я не буду печатать вот эту деталь целиком? Дело в том, что если печатать целиком, придется печатать стоя. А стоя печатать, значит, слои вот этого элемента и, соответственно, другого такого же будут происходить вот таким образом. То есть, на излом вот так оно может сломаться. Что, чего бы я не хотел. Вот поэтому для того, чтобы вообще это исключить, буду печатать лежа одну только часть вот таким образом. И затем приклеиваю вот его сюда, суперклеем. И вот, собственно, и начертил и напечатал все детали. Часто мне спрашивают, зачем тебе 3D принтер. Ну, вот, собственно, ответ. Для того, чтобы ремонтировать всякие подобные вещи. Вот таким образом получилось. Достаточно хорошо держится. Продолжаем качественный ремонт. Необходимо вот это вот собрать. И вот, собственно, момент истины. Эта деталь, она сломается. Как их вообще вставляли? Оно должно раздвинуться. Вот надо было склеивать вместе с ним. Сейчас посмотрим, если сломается. Радости особенно особо у меня не будет. Да, прям, смотрите, она даже не знаю, как ее вставить сюда. В общем, как-то вставил. На видео это уже не попало. Но проверим сейчас, как оно работает. В принципе, вращается. Чего-то там, да, похрустело. Возможно, это клей. Ну, держит. Я думаю, крепости достаточная для данного устройства. Так, теперь проверяем, как оно работает. Ну, вращается. Ездит. Не зацепает нигде. Вот в крышке также есть направляющие. И, например, вот такая часть выступает. Она должна попасть в свою направляющую. И так для всего. Вот эти вот части, видите, надо их все повыставлять таким способом, чтобы они ровненько стояли в пазах. Потому что вот это вот движется в направляющий. Вот она. Вот такие направляющие. Это узкая для полосок. Итак, беру, аккуратненько вставляю. Сейчас посмотрим. Как оно? Не так-то просто. Некоторые попадали. Ну, никто не говорил, что это будет легко. Просто необходимо немного повозиться. Осталось только закрутить винты. И так ворота устанавливается достаточно легко. Что касается игроков с клюшками, то видно, что они приклеены в руке. То есть клюшки вот эти, они... Вот видите, она выпадает достаточно легко. О, просто там на каком-то клюшку. Берем новую клюшку и пробуем ее сюда затолкать. В эту руку и в этот. О, вот такой мужик получается. Большеватая, наверное, моя клюшечка. Ну, вот такой дядька получился. Готов отбивать, бить шайбы. И, собственно, со вторым тоже самое нужно проделать. Итак, друзья, если у вас такая игра была, пишите. Интересно, сколько она стоила в то время. И в каком году она у вас была. Также давайте пообщаемся в комментариях. Надо все-таки капнуть клея, чтобы она уже хорошо держалась. Хорошо, что перед разборкой их сфотографировал. Сейчас все соберу по инструкции этой. Вот эти мои сломанные были вот здесь. Так. О! Должен доставать угол. Ну вот, в принципе, даже может пойти угол зацепит. Шайба. Шайба большая. Почитал в интернете. Там продукты запасные для похожего. Какого-то хоккея иностранного. И шайба диаметром 24 миллиметра. У меня поменьше. Я, наверное, сделал 23. Высотой 10 миллиметров. Ну, сейчас посмотрим. Смотрите, братаник. Вот этот мой игрок, который там... Вот он так вращается. Вот этот вот. Интересно. Напечатанный мой. А, нормально бьет. Смотрите, как классно. Сейчас ударим. Типа буллит. Так, ну, надо, чтобы кто-то управлял. Поставим, типа, вратаря вот так. Попробуем забить хоть... О, есть! И как же доставать? Доставать вот так, смотрите. Значит, вратаря отводим куда-то. Стрельнул. И оно вылетело. Кстати, не знаю, какие ворота были. Но лучше, конечно, всего ворота с сеткой такой тканевой. Потому что от этой сетки отлетает. Шайба бывает обратно. Ого! Ничего себе! И вот здесь такая какая-то необходимая штука для счета. Вот я ее, собственно, такую распечатал, такой формы. Видите? Теперь вставляю. И можно забивать шайбой и считать. Футбол, конечно, бомбезный. Вдвоем играть это абсолютно такое удовольствие получаешь интересное. Вращаются все. Вот эти вот вратарьи сбоку. Вратарь также может выбивать. Опа! Можно пасоваться. Ну, пасоваться тяжелее, конечно. А ну-ка, посмотрим, смотри, как я сделаю. Ну, можно достать шайбу. В принципе, выбить ее. И вот этот вот, который отремонтирован, нормально ездит. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересных поделок, экспериментов, видео, обзоров. До новых встреч!